Первая береговая, есть первая береговая. Аквапарк здесь крутецкий. Здесь можно очень драйвово провести время. Разогнаться, в общем, ребята, есть где. Будете знать. Друзья, всем привет-привет! С вами, как всегда, Ксюша. Нахожусь я сейчас в Египте, в Хургаде. И отдыхаю в отеле White Wallet 5 звезд. И каждые сутки проживания обходятся мне в 39 долларов. Сразу вам показываю фотосессию. Девушка в черном платье позирует. Ой, какие будут красивые фотографии. Мне так... Я и себе такую фотосессию хочу. В красном, в белом платье. Это так красиво. Оно на ветру раздувается. Ой, класс! Еще и здесь такая роща пальмовая. Ну, ребята, круто! Значит, в отеле фотограф есть. Вот, мы уже это знаем. У нас сегодня с вами будет очень насыщенный день. Ну что, готовы? Поехали! Я пришла сейчас в ресторан на обед. Посмотрим, чем вкусным угощают своих туристов в отеле White Wallet 5 звезд. Добрый день! Хотела говорить доброе утро. Так, и показываю вам обстановочку. Сейчас у нас час дня. Обед в разгаре. Так, давайте будем проходить, смотреть, что есть вкусненького. Здесь у нас супчики. Но не могу подойти. Пока что занятым рис. Что-то здесь было. Тефтели или это просто овощи. Так, здесь цукини, также овощи. Так, здесь какая-то каша. Не могу понять, что это. Нет, это, это, ага, цукини с фаршем. Нету табличек с названием блюд. Так, тарелки есть. Здесь у нас паста с соусом, с томатами. Вот мелкая паста вкусная. Здесь рыбка. По салатикам показываю вам, что есть. Сама смотрю. Йогурт. Йогурт. Вот такой интересный салат. Мальковь, грибы. Так, и овощи. Перчик, огурчики, лайм, перчик, лук маринованный. И продолжение. И вот такие вот еще есть затусочки. Аджика, йогурт, кетчуп. То, что любят. Там даже есть, вижу, острая аджика. Но я острая совершенно не ем. Я с этим не дружу. Так, подошли мы с вами к раздаче. Здесь, где сладкое. Так, показываю вам десерты. Тортики. Выбор хороший. Вот хороший выбор. Много. И с другой стороны фрукты. Дальше у нас по залу. Там чай, вода, напитки. Так. И по фруктам дынька, груша. Такой фруктовый салат. Там вижу яблоки, дынька. Какая-то кашка рисовая с орехами. Так, в общем, вот так вот. По фруктам тоже показала. И дальше у нас также идет раздача еды. Я не могу сюда подойти на данный момент, потому что много отдыхающих. Так, здесь хлебобулочная станция у нас. Так, ну, наверное, тогда возьму тарелку, буду набирать, вот, и показывать, что есть. Рис очень люблю в Египте и в Турции, в принципе. Я вот этот черный рис возьму его побольше. Здесь белый рис. Также вижу курица с овощами. Ну, здесь дублируются блюда, кстати. А, вот, фрикадельки подоспели. Да, вот мы сразу и обратили внимание на то, когда заканчивается мармития еда, сразу пополняют. Ой, хочу этих фрикаделек с цуфини. Очень они аппетитно смотрятся. Любопытно соус также попробовать. Такие фрикаделочки. Так, и здесь курочка с овощами. Так, возьму пару кусочков курицы. Курицы много не бывает. Сегодня не фалафель, сегодня кукини. Фалафель в обед отсутствует, но с утра фалафель был. Вечером обычно в палате также есть. Здесь у нас что? Здесь также курица. Курица-филет с овощами. С перчиком, с помидоркой. Так, а здесь паста, станция. Так, все, я уже присела, показала вам обед, сама посмотрела. Не так просто было показывать обед, потому как заполняемость отеля достаточно хорошая. Хорошая, вы видите, что много отдыхающих. Я не знаю, сколько процентов, но ресторан огромный, столиков много. Я нашла свободные столики, но очень многие столики. В общем, загрузка ресторана хорошая, потому как напоминаю, что я пришла, грубо говоря, на начало обеда. Начинается в 12.30, заканчивается в 14.30. Я пришла в Чарльз. Да, конечно, можно. Я на Ютубе? Да, вы на Ютубе будете. Привет вам, друзья, с Египта. Привет. Так, я взяла себе воду, показала вам также там белое вино, ну и остальные напитки. Друзья, за ваше здоровье. Хорошая вода. Так, и взяла все то, что хотела я. Рыбку брать не стала, там также вижу и курица, филейная ее часть, уже с овощами, на гриле. Но я не стала, не хочу стоять, там небольшая была очередь, просто не хочу стоять, поэтому буду без курочки. Не хочешь, не получишь, вот как-то так. Так, что же я себе вкусненького взяла? В принципе, я попутно, показывая обед, вам также и показывала, что я себе брала в тарелку. Так, рис, курица, тефтенки с цуклини. Очень у меня сегодня богатая тарелка по овощам. Здесь и томаты, помидорчик. Только поднесли целую чашу свеженькие нарезанные огурчики. Айсберг, айсберг, как вы видите, очень такой пушистый, свежий. Также перчик красный, очень люблю. Взяла супчик. Это, я еще не пробовала суп, кстати, любопытно попробовать. Я не знаю, это грибной, либо просто сливочный крем-суп. Нет, это не грибной, это обычный сливочный крем-суп. Сладкий стол, у меня также есть сладкий стол. Много не брала, также дыньку. И любопытно будет попробовать, что это такое за десертик. Так, давайте продегустируем, очень любопытно продегустировать тарелку. Нет, это не полуфабрикат. На мою точку зрения, это именно здесь идет фарш. Ой, но очень много, очень много специй. Я такое острое не ем. Полностью испортили вкус этой фриканельки, тевтельки. Я такое есть не буду. Так, любопытно также продегустировать курочку. Мне больше любопытно по специям. Египтяне иногда любят, знаете, вот так от души специй в блюдо вложить. И это блюдо в итоге испорчено, потому как не все любят специи, особенно острое. Курица вкусная. Здесь специи минимум, вот совершенно минимум. Так, и рис, понятное дело, здесь очень вкусный. Очень вкусный. Мало взяла. Нужно было больше взять. Мне приятного аппетита. И мы с вами бежим дальше. Пообедала. Вкусно. Ребята, напоминаю, что каждые сутки проживания мне обходятся в 39 долларов. Поэтому, да, вкусно. Я голодная здесь однозначно не хожу. Вот, я показала. Курица, рыба. Кто любит остренькие, тефтельки есть. Голодный ходить здесь точно не будешь. После обеда кто куда, кто спать. На бассейнах людей практически нету отдыхающих. Очень много пар с детками. Вот. И сейчас такое время, что на пляже мест будет предостаточно. Да, то, что я и говорила. Лежаков достаточно. Музыка играет, но не громко. Я показываю вам обстановочку. Много людей, кстати, отдыхающих купается. Вот эта вот часть абсолютно вся в полотенцах. Отдыхающие купаются. Не знаю, камера передаёт, нет. Но эта часть вся занята. Да, конечно, ребята, отливы здесь, как вы видите, есть. И ничего с этим не поделаешь. Здесь такой район. И все отели, я тоже вам об этом рассказывала. Все отели, кто какие вот здесь находятся по этой полосе, скажем так. Здесь у всех отелей такая проблема. Вот. Тот же Альбатрос Пелотс. Тот же отель Али Баба. Мы там с вами отдыхали. Я также вам показывала. Так, я иду искать себе место под солнцем. Я так понимаю, что многие ушли спать, а оставили полотенца на лежаках. Ну, это, конечно... Вот, вижу дальше три полотенца. Туда и пойду. Конечно, хотелось бы первую береговую. Я не планирую быть долго. Вот, какой лежачок. Меня ждёт один. Отлично. И мне будет хорошо видно также свои вещи. Я телефон оставлю в сумке. Всё, буду переодеваться и идти купаться. Ой, любимое Красное море. Ребята, такие ароматы. Как это море пахнет. Жалко, что камера эти ароматы не передаёт. Всё, я уже готова к заплыву. Кто молодец? Я молодец. Я без кораллок. Я вам рассказывала то, что кораллки я не взяла. Нет, я думала, брать или не брать. Смотрела на них, ходила вокруг да около. Решила не брать. Куплю новое, старое. Надоели. Прилетела в Египет. Уже который день отдыхаю. Кораллки так и не купила. Вот такие вот здесь заходы. В районе Village Road. Да, такая особенность здесь. Ну, отлив, конечно, знатный. Ну, что делать? Не мешает это отдыхающим совершенно, потому что немножко пройтись и дальше глубина. А кто просто кайфует, вот здесь лежит на спине. Здесь это можно себе такое удовольствие сделать. Вот. И наслаждается Красным морем, солнышком. А вот касательно кепки, да, я ее забыла, не взяла. И также крем для загара туда же. Тоже забыла, не взяла. В этом вся я. Как можно было забыть. Ладно, крем для загара я его практически постоянно забываю. Но как можно было не одеть кепку. Ну, ветерок, конечно же, присутствует. В камеру это тоже слышно. Вот. Но вы знаете, этот ветер, он такой кайфовый. Правда. Я не знаю, что было бы, если бы ветра не было. Но обратно же. Есть ветер. И, конечно, чувствуешь себя хорошо, замечательно. Ветерок обдувает со всех сторон, а в это время, когда тебя обдувает ветерок, со всех сторон ты горишь. Вот, например, как мой лоб и нос сейчас будет, Ксюшка, во всей красе. Долго на пляже я находиться не буду. У меня еще есть планы. Я хочу поехать в аквапарк. Ребята, здесь такой сумасшедший аквапарк. Я надеюсь. Я, ну, по фотографиям он очень большой. Посмотрим, как на самом деле. Вот. Также сразу хочу сказать, касательно аквапарка возит трансфер. Как я понимаю, каждые 10 минут на ресепшене стоит расписание автобуса. Вот. Я вам тоже это покажу, когда уже вернусь в отель. В общем, хочу съездить, посмотреть. Город я, конечно, боюсь. И самых маленьких, и больших. Вот. Но съездить, посмотреть обязательно стоит. Тем более, что этот отель, да, вот его смело можно рекомендовать, на мою точку зрения, для всех отдыхающих. И для пар с детками, и для молодежи, и для людей возраста. А здесь нету там подъемов, спусков. Первая береговая. Ой, ребята, ну, самое главное, первая береговая, да. Потому как, ну, конечно, третья и дальше с трансфером. Ну, от отеля зависит. Бывает хороший действительно отель, но все-таки первая береговая есть первая береговая. Поэтому, да, для пар с детками, я считаю, это очень хороший выбор. Пологие заходы. Я вот вам только что это показывала. Детки возле берега, да, будут визжать, пищать от удовольствия. Они это любят. Здесь песочек также при заходе в море. Строить свои замки. Детки это тоже любят. Ну, а для взрослых, вот вам, пожалуйста, глубина. Я дальше не иду. Вот, ну, кто любит поглубже поплавать, не проблема. Здесь буйки, кстати, не знаю, камера передает или нет, далековато. Вот, разогнаться, в общем, ребята, есть где. Так что буду я сейчас плавать, наслаждаться недолго. И чуть-чуть отдохну на солнышке, купальник, чтобы просох. И будем с вами отправляться в аквапарк. Ой, ну море, конечно, кайф. Какое оно кайфовое. Тепленькое. Ой, супер. Так, хорошо, поплавало. Также вы в комментариях спрашиваете. Подскажите, пожалуйста, в какое время в Египте можно позагорать? Имею в виду по времени. С утра до вечера или в обед лучше спрятаться от солнца? Вот этот комментарий сейчас очень даже в тему, потому как я пришла в обед. Сейчас сколько вот точно время? Половина третьего. Ну, я пока покупалась, зашла, показала вам там некоторые места, да, по дороге. Вот, я где-то в два часа, вот сразу после обеда, я вышла. Вот, тени комфортно. Здесь гуляет ветерок, поэтому комфортно. Конечно, на солнышке очень рискованно ложиться, потому что можно сгорать. И также я вам в море рассказывала то, что ветер, хорошо, но в этот момент ты горишь. Лучше, конечно же, находиться в тени. Людей на пляже немного, но есть. Самое лучшее время купаться, да, вот, чтобы там не обгореть, у кого там очень чувствительная кожа, это, конечно же, с утра где-то до 11-12 часов. Вот в это время лучше там поспать в обед, не находиться на солнце. Вот, но это уже как кому, да, кто что любит. Я вот, например, обратно же спряталась в тень и чувствую себя хорошо. В тени я точно не сгорю. Возможно, чуть-чуть там загар будет, но чтобы сгореть, я не сгорю. И также вечером где-то вот с 15.00, там, либо с 15.30 и до 5 вечера. Потому как в Египте после 5 в море, как правило, купаться нельзя. Я видела такие отели, где и после 6 купались, и вечером туда уже, и после, до 7 вечера, в общем, купались, не боялись ничего. Но таких отелей на самом деле очень мало. Поэтому, как правило, до 17.00 разрешено купаться в Египте. И в Египте рано темнеет. Сейчас начинает темнеть там где-то с 18.00. Вот, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Ну и также, кому это тоже интересно, будете знать. Я забежала все-таки в номер, надела кепку, потому что не хочу сгореть. И хочу также показать вот расписание аквапарка с 10.00 до 12.00, потом с 2.00 до 5.00. Вот, с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00. Маршрутный автобус каждые 15 минут. Так, все, приехал автобус. Наждала я буквально минуты 10.00. Вот так выглядит. Людей немного, потому что уже время. Четвертый час. For travel. Hello! Good! Вот так вот. С музыкой. Вот такой вот веселый водитель у нас. Вот такой вот мусор, который мы будем ехать в аквапарк. Водителя зовут Махмет. 5, 5. Приезжает автобус и забирает в отель, потому как до 5.00 в принципе работает аквапарк. Сразу вот мы вышли с автобусом, и магазинчик такой. Ой! Ностальгия! Как я это все люблю, обожаю. Детки это все тоже очень любят. Какая красота! С Египта подарочки какие? Ну, цену спрашивать не буду. Думаю, что где-то не больше доллара. Здесь своя атмосфера. Играет египетская музыка. Вау! Красота, ребята! Ну и запах моря. На данный момент я кайфую от запаха Египта. От запаха Красного моря. Потому что Египет, Хургада и Шар-Мальшей, тот же Марсалам. Мне пахнет Красным морем, кораллами. Так, показываю вам здесь атмосферу, обстановочку. Аниматоры веселят отдыхающих. Здесь защита от ветра есть. Так, ну, нам нужно вот именно сюда. Я не туда пошла, потому как увидела заводные танцы. Там, где танцы, там и я. Так, нужно бежать, куда все бегут. Вот вам, пожалуйста, аквапарк начинается. Радуга-дуга. Красивые, огромные, длинные какие горки. Разве доедешь с этой горки? Она такая длинная. До конца, наверное, не доедешь. Где-то на серединке остановишься. Либо же здесь, когда включают эти горки, возможно, как-то волна несет. Понятия не имею. Но, конечно, горка масштабная, большая. Впечатляет. Так, здесь также бассейн. Я не знаю, есть волна в этом бассейне. Но дайвинг. Ну, понятно, что здесь дайвингом особо не позанимаешься, негде плавать. Обычно в таких бассейнах волна еще идет. Но здесь, скорее, такой более детский бассейн. О, мама дорогая, ребята! Аквапарк живой, людный. Много отдыхающих. Здесь как-то больше взрослых, действительно, нежели детей. Так, ну и начинается. Вот эта вот горка унитаз, как она правильно называется. Крутит-крутит и выкидывает. Выкидывает. Опа! Мы какая-то небыстрая эта. Вау! Обалдеть! Вы видите то, что вижу я? Ну, конечно, аквапарк здесь крутецкий. Правда. Кстати, я подошла до девушки в Гастролейшн и уточнила у нее, касательно, можно ли дойти до аквапарка пешком. Она говорит, нет. Каждые 15 минут ходит автобус. Говорит, можно дойти, но по морю. Но там вы будете без полотенца. Полотенца нужно будет оставить. Говорит, плыть или идти, как получится. Какой отлив будет, да? И также говорит, что у вас включены два безалкогольных коктейля. Так что, ребята, кто выбирает себе для отдыха отель White Wallet и 5 звезд, будете знать, что когда вы приходите в аквапарк, точнее приезжаете, два коктейля у вас включены безалкогольных. Так, ну, а вы давайте будем наслаждаться атмосферой. А атмосфера здесь очень живенькая. Ух, все льется, брызги прохладные. Круто! Дети купаются. Ой, радости детям, мама дорогая. От воды прохлада идет. Сегодня так жарко. Да, ну, крутецкий, конечно, для детей. Окей, вот так вот. Нет, не вылилась вода с чаши. А жаль. Вот, уже набралась и вылилась. Что же касается аквапарка, да, мои вот такие вот первые наблюдения. Ну, чисто, здесь чисто, однозначно. Аквапарк далеко не новый, да, но в добротном, в нормальном состоянии. У-у-у-у, круто! Как вы видите, здесь живенько пользуется он популярностью, несмотря на то, что он такой вот добротный. Но здесь убирают хорошо. Следят, следят. Давайте пройдем дальше, потому что это еще не все. Вот еще сколько горок. Ой, сколько здесь горок? Раз, два, три, четыре, что ли? Пять. Пять горок. Теперь у меня идея фикс подняться наверх. Лежаки. Есть лежаки. Лежаки разные, вижу, и красные, и синие, и желтые. Есть лежаки в хорошем состоянии. Есть лежаки уже такие, не в очень хорошем состоянии, добротные. Также здесь еще какая-то ленивая река, еще бассейн. Он длится полностью по территории этого аквапарка в Египте. Вот такая вот система полива. Все поливается по всему городу. Эти шланги поливают кактусы. Кактусы и так без воды могут жить. Деревья. Да, конечно. Интересная страна Египет со своими обычаями. С прекрасным Красным морем. Ой, как здесь хорошо. Здесь так прохладно. И вот тоже эти шланги поливают. Деревья. Пустыня. Кто молодец? Я молодец. Поднялась на самый верх. Здесь движение. Ой, боюсь я тоже, эти дворки такие темные. Не едет. Вот так вот нужно. Ой. Вы знаете, мне в такие моменты страшно, что эта горка как-то звуки. За борт лететь долго и нудно. Ну и о. Здесь такой ветер. Комфортно. Потому что снизу, конечно, ветра совершенно нет. Очень жарко. И уже здесь чётко видно аквапарк. Вот полностью весь аквапарк. Потому я и люблю подниматься вот на самый верх. Там, где есть аквапарк, сразу всё видишь, понимаешь, что где находится. Не нужно с квадратными глазами бегать по территории, искать бассейны. Вот. Понятно. Один бассейн. Вот крутой бассейн. Кстати, я на этот бассейн пойду. И также большой аквапарк. И вокруг бассейн. Бассейн с каждой горки свой выход. Да, круто. Большой, большой. Зелёный, ребята. Не могу сказать, что он не зелёный. Даже очень зелёный. И вот так вот по периметру идёт эта ленивая река. Здесь тоже в таких лодках плавают. Классно. Кто, конечно, приезжает с компанией, вообще круто, весело. Здесь можно очень драйвово провести время. О, я ещё не на самый верх, оказывается, поднялась. Как они не боятся. Да, здесь тоже ветерок гуляет. И также вот здесь две горки. Здесь тоже очень живенько. Много желающих скатиться. И показываю вам ещё раз эти масштабы аквапарка. И как в Египте, да, по-египетски, конечно же, рядом какое-то либо недостроенное здание, либо уже неработающий отель. Ну вот, хорошее здание. Но, видите, оно такое. Здесь какая-то свалка полуразрушенная. Это ещё куда не шло. Ну, в общем, такое. Ну, нужно смотреть вот здесь. Здесь очень красиво. Так, я буду спускаться. Поищу сейчас бар, где находится здесь. И попробую выпить свои коктейли. Два. Безалкогольные. Так, и хочу вам ещё вот этих вот видов показать. Ну, камера, конечно, так не может, к сожалению, передать. Вот как оно в живую есть. Виды здесь очень красивые. И вот видно. Golden Five. Что же его искать в тот бар-то было? Я так увлеклась горками, что не заметила вот рядом. Аквабар, он называется. Аквабар. И здесь можно выпить два коктейля. Здравствуйте. Два. Здесь? А сюда. А почему там нельзя? Там нельзя, видите как. Давайте-то тогда один, а потом один. Один. Наконец-то я разобралась. И бармен также наконец-то понял, что я от него хочу. Безалкогольные коктейли выглядят вот так вот. Это любой сок, кола, сода, тоник, оранж, лимон. Ну, я себе хотела колу. Здесь, по крайней мере, указано, что кола, кока-кола, диет, без сахара, я так понимаю. Но что-то, не знаю, какая-то минеральная вода. Не знаю. Типа спрайт, а что-то, друзья, за ваше здоровье. Да, это спрайт. Вот. Ну, холодный спрайт. В такую жару самое оно. Я воду с собой не брала. Вот. Поэтому очень даже в тему. Так, всё. Я направляюсь до бассейна. Сейчас буду искать себе лежачок. Очень жарко, хочу покупаться. Я уже переоделась и быстренько бегу в бассейн. Здесь удобный, кстати, заход. Такой вот плавный. Ой, водичка бодрящая. Вы знаете, вот действительно вода бодрящая. Так, здесь нужно аккуратно. Опа! Всё, круто. Вот в таком бассейне можно охладиться. Вот такое я люблю. Сейчас у нас мы входим в сезон, да, потому что лето в Египте это не сезон, а уже вот сентябрь, октябрь. Ну, сентябрь это, можно сказать, начало сезона. Октябрь, ноябрь это уже декабрь. Это уже в Египте сезон. Да, поэтому отдыхающих я вам показывала сколько даже, несмотря на то, что, можно сказать, начало сезона. Но очень много, правда. Я не ожидала, что в Египте будет так много отдыхающих, туристов. Отелей, заполняемость отелей очень хорошая. Ну, на данный момент я могу судить только по своему отелю, где отдыхаю я, да, но я же также и разговариваю с отдыхающими, вот. И они говорят, что в Египте сейчас очень много отдыхающих. Посмотрим, как будет дальше. Это только первый отель. Конечно же, будут еще разные отели, и в каждом отеле мы все это будем смотреть. Какая заполняемость по отелям. Будем с вами гулять по Кургаде, смотреть, что здесь сейчас. В общем, все то, что интересно нам, туристам. Я буду наслаждаться бассейном. Комфортная вода. Вот, не могу прям нарадоваться. Какая комфортная вода. Я не люблю горячую воду в бассейнах. А здесь вот для меня очень комфортно. Ну, и также не только для меня. Видите, то, что в бассейне очень много отдыхающих. Детский писк, радость, крик радости, писк радости. Хорошо покупалось в бассейне. Также хорошо паз загорала. Мой купальник уже почти высох. Буквально 10 минут. И я буду возвращаться уже на то место, где нас высадил трансфер. На этой позитивной ноте, на этом позитивном моменте я буду заканчивать сегодняшнее видео. Также напоминаю, что у нас есть новый канал Ксюша Александр про туризм. Обязательно подписывайтесь и туда. И ставьте ваши лайки, дизлайки, комментируйте. Вам всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.